Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Депутат 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 Народной Республики что в связи с тем, что в России начинается чемпионат мира 2018 год и сорвать его политическую, провести обструкцию этого мероприятия, это, конечно же, является одной из целей Запада и Украина выполняет роль мальчика или девочки, кому как выгодно видеть на побегушках, которая устраивает такие провокации для того, чтобы Россия отреагировала каким-то образом и потом обвинить последовательно Россию в происходящем. Тут же в эту же канву укладывается сейчас объявление результатов так называемых Следственной международной комиссии Голландии, в которую входит Украина, о том, что по результатам просмотра видео и фото в социальных сетях они признали, что был сбит Боинг малазийский конкретно Буком из 53-й бригады ПО Российской Федерации. Вот вкратце можно сказать, что это все, перед этим был Скрипаль, перед этим были фейковые химатаки в Сирии, доказательств чего нет до сих пор. Мы, конечно же, понимаем, что происходит на линии соприкосновения, понимаем наших граждан, которые находятся в зоне обстрела, но вот мы живем вот в этой обстановке, мы живем на самой линии огня, в самой горячей точке, наверное, после Сирии вообще в мире, и тут придется как бы в это время пожить какое-то время. Что сейчас происходит в районе Донецкой фильтровальной станции? По последним данным, там снова возобновились обстрелы. 29 мая представитель Госдепа Хезер Науэрт заявил о том, что боевые действия в районе Донецкой фильтровальной станции представляют угрозу экологической катастрофы, поскольку возможны попадания в резервуары с хлором. И на следующий же день, 30 числа, с утра мы читаем сообщение о том, что были произведены обстрелы снова в районе ДФС и снова с украинских позиций. На самом деле, переговорщики в Минске уже неоднократно поднимали эту тему и продолжают поднимать. В основном это касается отвода вооружений возле Донецкой фильтровальной станции, создания зоны безопасности. Но этот вопрос поднимался еще с тех пор, когда... Да, рабочие группы постоянно в зоне обстрела, и между тем и ОБСЕ там тоже попадали в эти все позиции. Поэтому тут вот как раз тоже, возможно, провокация в ближайшее время. Я думаю, что нужно быть к этому готовым. И как раз вот в эту всю конву этих событий, оно может уложиться. Ну, посмотрите, даже можно понять, как какой-то приказ или какой-то сигнал только выступил представитель Госдепартамента, и вдруг внезапно сразу же на следующее утро начинается конкретный обстрел. Ну, кстати, взятые в плен представители Вооруженных сил Украины говорили о том, что готовились провокации на чемпионат мира, а также к выборам президента России. Да, и провокации вот сейчас они изменили свой формат военнопленные, которые были взяты наши под Горловкой. Ведь они их взяли, потому что диверсионная группа спецназа была в военной форме, в такой, как у нас, и с нашими шевронами. Нужно быть очень внимательным нашим гражданам, вот на линии соприкосновения, если вы видите каких-то вооруженных людей, которые впервые здесь находятся в какой-то вот в новой форме, или что-то для вас это очень странное в их поведении, то обязательно нужно сообщать в МВД, в МГБ, во все органы, куда вы сможете дозвониться или достучаться. И только в мае месяце дезертировало четыре военнослужащих украинских, дезертировало просто. То есть они не были взяты в плен, они дезертировали и перешли к нам. И тенденция эта вот на увеличение идет. Очень много из тех, кто пропавший без вести, ведь они просто дезертировали или к нам, или в Российскую Федерацию. Но есть дезертиры, а есть тех, кого взяли в плен, но тем не менее Украина считает, что они либо дезертиры и не включают их в списки на обмены, несмотря на то, что эти люди публично заявили о том, что они хотят вернуться домой. С этими списками там вообще сложная ситуация, очень запутанная. И украинская сторона постоянно делает все, чтобы как можно больше всю эту ситуацию сугубить. Войнопленные последние, которые были у нас в Донецке, про них было там снято несколько сюжетов, которые на камеру говорили о том, что это не наша война, мы это и не воевали фактически, мы только призвались, как нам жалко детей. Я хочу отметить, что они все говорят одно и то же с 2014 года. То есть они всегда говорили, что вот у меня там трое детей, я вообще водитель, там вывозил раненых, автомат только взял руки сегодня или вчера. Я думаю, что там происходит какая-то, конечно, обработка перед тем, как они выходят на линию фронта психологическая. Но они знают, да, по крайней мере, что им нужно говорить. Да, они знают, что им нужно говорить, и все говорят одно и то же. А потом после обмена они сразу меняют риторику, начинают рассказывать о том, что их тут пытали, их тут били, убивали, поэтому вот они рассказывали, что эта война им не нужна. А на самом деле они, конечно же, против сепаратизма и хотят снова вернуться на поле боя. Кстати, почти никто не возвращается. А чем же все-таки закончилась история с требованием со стороны Службы безопасности Украины отставки Сергея Наева после, скажем так, неудачного наступления на Горловку? Ну, на самом деле оно пока ничем не закончилось. Я думаю, что Наев нарабатывает там очки, пытаясь как бы построить свой авторитет. Очень слабо все это у него получается. Опять же, были опубликованы на днях в Фейсбуке видео от командира подразделения воздушной разведки ПВО. Давайте посмотрим это видео. Кстати, оно размещено у вас в телеграм-канале, на которое можно подписаться по адресу, который вы видите на экране. В этом видео украинский командир этого батальона с позывным «Север», он выложил украинские позиции под Горловкой, которые разгромлены, как мы видим, после того, как глава ДНР Захарченко отдал приказ на подавление огня. По Минску мы обязаны, не обязаны, конечно же, открывать этот огонь, но в силу того, что с этих позиций велся прямой наводкой обстрел жилых домов, инфраструктуры Горловки, был отдан приказ на их уничтожение. И там передается привет этому волонтеру известному, Мысягину, который рассказывает каждый день о каких-то мифических победах украинских подразделений в районе Светлодарска, в районе Горловки, и который очень помогает нам выкладывать позиции. Мы читаем в комментариях уточнение по этим позициям, по перемещениям, по возможным. И большую благодарность наша разведка высказывает этому волонтеру. И еще хочу обратить внимание, что все подразделения, которые передвигаются на линии соприкосновения, есть люди на той стороне, очень много этих людей среди местных жителей, которые находятся под оккупацией, они чутко это осознают, все отношение к ним Киева официального и военных, которые находятся, уже нет разницы между добробатами и ВСУ, то есть отношения уже ко всем одинаковые. Да, кстати, вот этот момент был, я не знаю, вот, наверное, случайно попал в новости телеканала ТСН, когда женщина, у которой убили внучку, сказала, что стреляли свои же, украинцы стреляли. Ну, они все местные знают, кто откуда стрелял, начиная вот с прогремевшего тогда обстрела Мариуполя, Левый берег, там все люди знают, что это стреляли с бетонки, это стреляли украинские подразделения. Обстрелы были Виноградного тоже оттуда, с района Старого Крыма обстреливался и Мариуполь, восточный микрорайон, и обстреливались украинские подразделения, теми же украинскими подразделениями. То есть идут целенаправленные, подготовленные, тщательно провокации. И Краматорск тоже, когда был обстрел, у нас не было тогда даже вооружений, которые в состоянии были нанести этот удар. Если подается по украинским СМИ какой-то сюжет о артиллерийском обстреле с нашей стороны жилого дома, очень трудно найти потом этих людей, которых якобы стреляли, которые якобы пострадали. Потому что, ну, тут идет, понимаете, есть УСБУ-кураторы, которые сидят в Ленгли, и для них пишут вот эти все сюжеты, пишут там темники, все идет одинаково по всем украинским СМИ. Там полностью уничтожены оппозиционные СМИ, полностью уничтожены альтернативные СМИ. Убивают журналистов, как все знают прекрасно. Потом не раскрывают эти убийства, вешают это все на Россию, вешают это все на каких-то мифических террористов. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в студии гость, депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики от фракции «Свободный Донбасс» Владислав Бердичевский. Вы смотрите программу «Путь правды». Владислав, теперь о ситуации в Украине. Жителям Украины обещают политики, что их трудоустроят в Европе. С какой целью это делается? Мы наблюдаем с Майдана невыполнение всех этих обещаний, которые делали западные политики. Не наблюдаем мы никаких инвестиций. Строятся там точечно какие-то предприятия, очень низкой прибывочной стоимости. Собирают провода какие-то, собирают какие-то детали. На самом деле обещанного ничего того, что было после реальной ассоциации с Европейским Союзом, ничего этого нет. Поэтому ничего не остается, как уменьшать количество населения. Очень долго боролась Украина за безвиз, получила этот безвиз. Безвиз не позволяет получить работу там, но он позволяет выехать там, наладить какие-то отношения, подписать договора, потом получить рабочую визу. Потому что ни в Польше, ни в Италии нигде без рабочей визы практически никак работать невозможно. Они ильгалы есть везде, конечно же, но это уже на свой страх и риск едут люди. В Польше на днях, кстати, был скандал по поводу уменьшающегося качество оказания медицинской помощи полякам. И связали оппозиционные партии польские с тем, что очень много принимается на работу украинских граждан с медицинским образованием. Из-за этого произошло вот это падение. То есть, тут два вопроса. И уровень подготовки украинских медицинских работников, и уровень на нападение качества образования медицинских работников. Также очень много, мы читаем, ситуации такого характера хулиганского отношения украинцев. Очень много происходит и нападений, и обвинений по политическим, по национальным мотивам. И, несмотря на это, где-то порядка уже, наверное, миллионов, миллиона три-четыре работают в Польше украинских граждан. Вымывается вот этот уровень работоспособного населения, который не платит никаких налогов в пенсионный фонд Украины. Также выезжают и в Российскую Федерацию, в Италию. Ну, по всему, получается, по всему миру разряжаются украинские гастарбайтеры. Порядка вот семи миллионов на сегодняшний момент работоспособного населения из миллионов двадцати. Там, может быть, даже меньше, сколько осталось. То есть, треть практически работает за границей. К чему это приведет? Это приведет к тому же самому, что происходит в Прибалтике. Пустые города, живут дети, живут старики, вся молодежь работает за границей. Производства все остановлены, ничего не работает. Вот товарищ ездил в Прибалтику. Дорога вот там, где раньше были хутора, вот эти селянские, прибалтийские, она вообще пустая и темная. Там уже никто не живет. То есть, все перебрались или в город, или за границу. Вы прогнозируете, что будет вымирание сел? Я прогнозирую, что сел и вымирание-то не будет. Будет вымирание городов, будет отток. Вот уже оттока практически нет людей с высшим техническим образованием. Они уже все выехали. Заводы Днепропетровские, Харьковские. Там же некому уже работать. Там даже вот, наверное, и среднего уровня технического очень трудно подобрать сейчас персонал. Украину превращают, наоборот, сельскохозяйственный придаток Европой до всего мира. Поэтому села не вымрут. Но к чему это приведет? Это приведет к тому, что будет огромная проблема. Уже порядка 40% дисбалансу пенсионного фонда, фонда дефицит. И он покрывается за счет кредитов МВФ. Этими же кредитами покрываются субсидии, которые получают нищие украинские семьи в связи с ростом в 6 раз коммунальных расходов. Сколько протянет Украина? Украина уже долг порядка 80 миллиардов. Это около, наверное, 90% ВВП. Я думаю, что в ближайший год будет принят закон о продаже земли. И будет то же самое, что в Польше, что в Венгрии, что в Чехии, в Словакии, в всех странах бывшего Восточного блока, вся земля, все предприятия с нормальной рентабельностью будут принадлежать иностранцам. Вот все, к чему Украина стремилась на Майдане, то она и получит. Владислав, вот есть выход из этой ситуации? Вот если бы Вы были жителем той территории, подконтрольной Украине, вот как бы Вы считали, какой выход есть из сложившейся ситуации? Ну, выхода на самом деле никакого нет, поскольку 90% украинцев – это хатоскрайники, они сидят и ждут, что там поменяется. 5% откровенных маргиналов, которые и привели к власти сегодняшнее украинское руководство, я думаю, что они там не очень довольны происходящим. И то, что происходит на Украине сейчас, это очень печально. Вот у меня приехала знакомая из Днепропетровска, и она сделала фото на центральной улице, центральной площади Днепропетровска. Там дорога вся в ямах, тротуарная плитка вся повыломана. Ну, что это? Это Европа? Вот когда этот город назывался Днепропетровск, там такого не было. Как только он стал Днепром, сразу там вот такие проблемы. И эта проблема вот в одном из таких крупнейших промышленных гигантов, фактически Днепропетровск. Что происходит в других городах, даже можно и не спрашивать. Я думаю, что выхода в ближайшее время не наблюдается никакого. Смена власти, может быть, на выборах произойдет, но на кого? Она произойдет, на какую политическую силу. На оппозиционный блок они ничем абсолютно не отличаются друг от друга, только там риторика какая-то чуть-чуть другая. Ведь это бывшие регионалы, которые предали Донбасс. И риторика немножко раскладывает это общество, обвиняя Порошенко в войне. Но они хотят все равно, чтобы Донбасс был частью Украины. Это практически невозможно. Поэтому выход какой? Выход это готовить гражданское общество для того, чтобы была произведена реальная смена власти. Украина была и будет зоной национальных интересов Российской Федерации. Это Россия. Там наши земляки, там есть наши люди, конечно же. Я полагаю, что Россия будет бороться за сохранение этого положения, которое было до всех этих майданов. И только в кооперации с Российской Федерацией, только в составе России, фактически земли Малороссии, они имели рост, промышленный, демографический рост. По подсчетам ООН, были недавно опубликованы данные, к 2020 году на Украине останется порядка 30 миллионов человек. А мы поняли, что в 1992 году в УССР последний год проживало 52 миллиона человек. И сейчас около, я думаю, где-то 35 миллионов человек. То есть все, когда, все происходящее на Украине, когда она, скажем, грубо ложится под западного хозяина, и когда УНР там позвало в союзники немцев, и УПА, которая воевала на стороне Гитлера, это делается все для того, чтобы на Украине стало как можно меньше населения, Украина стала как можно больше зависимая от Запада. — Владислав, еще такой вопрос касательно республики, в частности ситуации на линии соприкосновения. Стоит ли опасаться, что возобновятся боевые действия? — Я думаю, что будет нагнетание, конечно, атмосферы, будет переброска. — С украинской стороны атмосфера нагнетается, наши жители читают. — Да, переброска техники, вбросы будут постоянно идти в каком-то наступлении. На самом деле в Горловке достаточно войск для того, чтобы отразить любое нападение. Я думаю, и все это в нашем корпусе тоже самое, такая же ситуация. И очень я сомневаюсь, что будет масштабное нападение, поскольку последствия этого прекрасно осознает украинское руководство. Потому что будет, наверное, принят уже политический какой-то шаг. Ну, давайте, пусть попробуют. — Владислав, спасибо, что пришли к нам в студию. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас был в студии гость Владислав Бердичевский, депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики. А мы будем продолжать следить за событиями в республике и в мире. Смотрите программу «Путь правды». Не переключайте канал и оставайтесь с нами. Аминь. 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 Аминь.